Он будил, и я такая, мама, мне плохо. Пошли по мне сахаром. Че-то там, 3-3. На страже здоровья малышки Элли даже котик Марсик. При сахарных качелях сразу подает ей сигнал. Три года назад девочка впала в кому. Медики стабилизировали состояние. После обследования, как гром среди ясного неба, прозвучал диагноз сахарный диабет. Элли выписали инсулин-хумолог, сахар пришел в норму. Но в начале этого года ей назначили с тем же действующим веществом другой инсулин-ренлис. Пошли по бочке. Он нам не подошел. То есть, там 2-3 недели мы кололи все. Нормальный был эффект. Потом начали увеличиваться дозировки. И инсулин перестал как бы снижать сахар. Поднимался до 20. И при том, что там свыше 18 даже поднимался не только днем, где она могла что-то там покушать. Он поднимался даже ночью, когда ребенок точно ничего не ест. Возвращать хумолог врачи не стали, сказали дорогой. Тогда Оксана на свои деньги приобрела подходящий инсулин. В первые же сутки сахар нормализовался. Мама девочки признается, что покупать инсулин накладно. Но выбора нет. Семья не готова рисковать здоровьем дочери. Ставки слишком велики. Повреждаются все сосуды кровеносные, нервные сосуды. Начиная от самых тоненьких. И эти необратимые последствия. То есть там дампутации конечностей, замены почек. А между тем вопрос взаимозаменяемости препаратов при сахарном диабете стоит крайне остро. Пациенты все чаще сталкиваются с такой проблемой, отмечает руководитель Краевой диабетической организации. Замена препаратов без медицинских показаний, она неправомерна. И принцип взаимозаменяемости в рамках действующего вещества он пациентам не на пользу. У пациентов начинает рушиться подобранная схема инсулинотерапии. То есть те дозировки, которые подобраны врачом, те дозировки, которые поддерживает сам пациент, они перестают работать и приводить к нужному результату. То есть сахар либо критически понижаться начинает, либо в каких-то моментах критически повышаться. В Минздраве нашему телеканалу пояснили, что закупка льготных препаратов осуществляется по действующему веществу на аукционах. Нужно помнить, что лекарственные препараты, назначаемые по одному международному непатентованному наименованию, могут иметь разные торговые наименования. Но лечебный эффект у них одинаковый, независимо от страны производителя. При этом добавляют в Минздраве, если пациенту препарат не подходит, нужно обращаться к врачу. Мама Элли в очередной раз обратилась. Ей выписали третий инсулин – опидру. Но там история куда интереснее. Действующее вещество у препарата отличается от хомолога и ренлиза. К чему приведет такой эксперимент, страшно представить. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.